всех приветствую уважаемые подписчики и случайные зрители моего канала ни для кого не секрет что для того чтобы в автомобиле было тепло необходимо содержать в чистоте систему охлаждения систему охлаждения нашего двигателя вторая необходимость содержать ее в чистоте то чтобы не перегревался двигатель ко мне в руки попал вот такой интересный фильтр под названием непрайт заказал я его на алиэкспресс и через неделю он был уже у меня в руках для чего он необходим за время эксплуатации автомобиля за 23 года пока он ездил по дорогам японии и российским автострадом система охлаждения довольно сильно загрязнилась кто-то очищает систему охлаждения с помощью химической промывки для меня же будет доступен способ установки сетчатого фильтра что мы находим коробки на коробке мы находим сам фильтр вот такие фитинги вот такое крепление и инструкция также коробки имеется вот такой вот ключ который никуда этому фильтру не подходит за исключением как только вот этому крану для его откручивания для чего он здесь лежит непонятно дают видимо в нагрузку установка элементарная на этот фильтр является фильтром для горячей воды соответственно для системы охлаждения где у нас температура более 100 градусов фильтр имеет металлическую колбу на конце металлической колбы снизу находится сливной кран открывая металлическую колбу обнаружила вот такую вот сетку двойную снаружи более крупная ячейка снутри более мелкая ячейка более мелкую ячейку я вырезал она вот такого формата для того чтобы увеличить и улучшить пропускную способность также кстати в инструкции сказано максимальная производительность этого фильтра 40 литров в минуту материал латунь фильтр реально латунный и очень тяжелый довольно таки на самом фильтре имеется направление движения жидкости в рабочем состоянии здесь резьба 1 4 внутри имеется резьба 1 2 соответственно кто как будет подключать фильтр имеет вот такие вот пластмассовые насадки которые снимаются для его очистки с резиновыми уплотнениями отдельно фильтр на алишке стоит около 300 рублей размеры фильтра в собранном состоянии высота фильтра до сливной пробки 127 миллиметров со сливной пробкой около 160 по фитингам 96 миллиметров диаметр верхней колбы 65 миллиметров диаметр нижней колбы 48 миллиметров длина фильтрующего элемента 107 миллиметров диаметр фильтрующего элемента 37 35 37 миллиметров соответственно диаметр резьбы 1 4 26 миллиметров 1 2 18 19 миллиметров внутренний диаметр фильтра корпусу крышки 53 миллиметра глубина рабочей части самого фильтра по 7 миллиметров для приведения этого фильтра в рабочее состояние на нашем автомобиле есть небольшой лайфхак вот это называется постилка или ветошь тряпка для использования и применения ее при высоких температурах в бане является нетканым материалом не крошится не разрушается при высоких температурах ну и соответственно не дает никаких побочных эффектов форме ниток волос и всего остального для чего этот нетканный материал для того чтобы его натянуть вот на эту вот сеточку и здесь его закрепить сделаем это все в один слой чтобы было расстояние между самой колбой внутри и корпусом фильтра материал очень хорошо пропускает воздух но очень плохо пропускает различные взвеси и именно вот такой материал у меня стоит на жабуа наружной стороны для того чтобы в летний период в летние осенние весенний период ограничивать поступление пыли в салон в зимнее время я его снимаю где он стоит отдельно покажу вот таким вот образом сейчас закрепим закрепляем металлической проволокой обязательным условием установки этого фильтра является то что на автомобиле необходимо устанавливать еще и дополнительный подкачивающий насос на систему охлаждения внедрять кто не знает у меня есть ролик на канале можете посмотреть как это делается какое место он установлен также есть ролик и страничка на драйве 2 гриши моторчика который немного по-другому внедрил систему охлаждения дополнительный насос я сделал по первому варианту вот таким вот образом это шубка будет выглядеть именно на ней будет собираться вся грязь которая есть системе охлаждения это пока пробный вариант посмотрим как он себя проявит самом автомобиле по этому фильтру есть достаточно много отзывов именно на страничке товара от автомобилистов которые этот фильтр устанавливали именно в систему охлаждения автомобиля для очистки системы охлаждения вот так вот он будет стоять с внешней стороны будет поступать антифриз который вся грязь будет задерживаться во внешней с внешней стороны колбы внутри будет уже чистый антифриз который будет идти в саму систему также для избежания утечек антифриза и системы система будут внедрены вот такие краны которые будут скручиваться именно сюда и с этой стороны подгоним их по резьбе здесь и здесь соответственно шланги у системы охлаждения для того чтобы например заменить сам фильтр или его промыть всего лишь необходимо будет перекрыть соответственно систему охлаждения этими двумя кранами отвинтить саму колбу и посмотреть состояние фильтра как он будет установлен в автомобиле и в какое место смотрите во второй части подписывайтесь на канал листайте видео которые уже есть на канале архив довольно таки большой задавайте больше вопросов итак я у машины вот нашел место где будет стоять вот этот вот фильтр на очистку антифриза от различного рода примесей как от взвесей так и от механических примесей очень хорошее здесь штатное место вход будет такой из блока будет выходить на фильтр из фильтра будет выходить уже на печку вот здесь вот стоит у меня дополнительный насос который соответственно тянет на себя сейчас отсоединяем печку немного антифриза конечно прольется но пытаемся пролить как можно меньше ну вот я закончил получается идет из блока поступает фильтр из фильтра поступает на печку все замотал все закрутил все затянул нужно будет добавить антифризика сюда однозначно потому что добавилось примерно где-то пол-литра в саму магистраль сейчас поставим фильтр топливный на место и посмотрим как это все работает через километров до 200 перекроем вот эти краны сейчас вот так вот открываем открываем тот закрыто здесь ничего не мешает вроде 10 надо резинку одеть чтобы он не болтался от велосипедной камеры или изоленты намотаем чтобы сам фильтр не болтался чтоб нормально сидел все будем проводить испытания смотрим дальше итак заводим все завелись работаем прогоним воздух оттолкнем и посмотрим как она дальше тебя будет чувствовать продолжение следует температура верхнем патрубке 55 градусов едем на 4 воды у нас сегодня 0 градусов из печек дует теплым нормально прорвало просрала воздушную пробку включил обе печки чтобы продуло нормально хорошо ну и соответственно засекаем километраж сейчас скажем так 30 километров у нас дайте километров через сто я посмотрю как будет выглядеть внешне тот фильтр который я поставил просто очень интересно какого цвета он будет и будут ли найдем какие-то механические примеси сейчас у нас 2 часа 20 минут погода изумительная на улице плюс можно идти гулять машину отремонтировал можно поехать покататься привел кое-что там в порядок печки греют хорошо меня в принципе устраивать не конкретно 60 градусов здесь тоже 60 едем дальше подписывайтесь на канал ставьте лайки ставьте дизлайки оставляйте свои комментарии хочу услышать ваше мнение по поводу этого фильтра кто ставил кто не ставил стоит не стоит ли заморачиваться такими безобразиями или стоит сразу промыть нашу систему с помощью химии печки ждем следующего видео всем счастливо всем пока